салют народ это маньяк это мое первое видео на ю тубе решил его снять потому что как многих вас меня заинтересовала тайна горы челя и вот хотел бы рассказать вам о нескольких своих находках может быть они не только мои может кто-то и раньше что-то подобное видел замечал он просто ли не укладывал видео или может быть тем не менее как бы расскажу о том что интересно вот есть такой радио холм я не знаю какие-то телевышки тут радиостанция какая или что в общем вот это место я считаю каким-то знакомым потому что здесь есть вот такие интересные ленточки вы может быть сейчас посмеетесь надо мной но тем не менее сейчас вам еще расскажу и приведу несколько примеров где находим такие же ленточки вот на этой башни ленточка сейчас сейчас да и кстати сюда приводит один из случайных персонажей это девушка случайный попутчик которую можно либо подвести в лагерь электруистов либо привести сюда к ее парню здесь работает ее парень охранником этот парень кинется на нас с кулаками но получит по соплям еще ленточки вот висят вот здесь на этой башни на этой башни кстати есть площадочка зачем она я так и не понял я садился на вертолете ничего такого необычного это не заметил вот такое красивое небо у нас сегодня ленточки еще есть вот на этом на этой конструкции тоже башню и назовем ленточки правда разных цветов есть зеленые и белые еще как бы скажу вам наверно может быть я не знаю может это тоже смешно звучит но помните виноградные винные поля виноградная лоза вот это болтающиеся на ведру развивающиеся она кстати тоже похоже вот на такую же ленточку и возможно она не направление как бы это задает а просто говорит о том что как бы ставит акцент на этом месте то есть на это место стоит обратить внимание здесь что-то должно произойти здесь что-то можно сделать еще и кстати вот это вот вот эта конструкция она в виде треугольника что тоже интересно потому что в лагере хиппи есть столбы которые обвешены гирляндами и некоторые столбы выставлены таким же треугольником а промеж этого треугольника стоит такой красный пятачок но это я потом сюда вернусь вам покажу так в общем еще интересный момент вот здесь есть вот эти как сказать электрощиты что ли их назвать вот зеленые электрощиты они не разрушаются совсем а вот эти вот вертикальные щитки они разрушаются их можно сломать и что интересно на этом месте потом начинает искрить земля ну вот эта площадка платформы правда искрит конечно недолго но тем не менее здесь идут следы по асфальту я так понимаю как понял это кабеля проложенные то есть под асфальтом вот потому что стоят столбы и идут как раз вот опять до трансформаторов вот эти уже к этой вышке здесь их тоже вот кстати можно да сбить я пробовал сюда приезжать на спейсдокере на этом в дождливую погоду здесь было практически все залито может быть было малого или не хватало я не знаю но я когда пробовал взрывать эти ящики и думал что может быть в электричество он через воду зарядит спейсдокер там я что смогу там не знаю стрельник или еще что-то потому что кстати если вы заметили на спейсдокере спереди такая интересная пипка есть которой можно куда-то стрелять направлять то есть зарядной энергии который допустим у меня находится или куда-то им втыкаться чтобы подзаряжаться я не знаю так еще кстати вот эти столбы тоже ломаются хочу вам еще сказать вот эти бочки вот вертолет кстати здесь тоже летает тут уже неспроста кстати так же как в новинных полях самолет не прилетает тоже к чему-то о чем в этих бочках находится вода если пострелять по ним вода польется я сначала подумал что вода польется и вот по этому ручейку она прибежит туда я поставил в треугольник спейсдокер у меня как бы в общем ничего не получилось то есть не знаю может быть нам нужна была гроза без понятия еще вот этот трансформатор тоже интересен интересен тем что ну вот этим телефоном конечно трубкой тоже интересен но ничего с этим не делается а вот эта надпись довольно интересная вроде как такие еще трансформаторы как некоторые писали встречаются по всей игре везде написано 1 21 но я вижу только здесь 1 21 гигавольт или гигаватт это такую цифру связывают в общем я недавно смотрел видео про релесную пушку рельсотрон или как я и как бы с это эти цифры связаны с фильмом назад в будущее в фильме там якобы такая мощность нужна была чтобы разогнать автомобиль который уходит потом в прошлое там или в будущее короче путешествует здесь вот идут столбы они уходят куда то там короче связь какая то идет не знаю с городом или кстати здесь вот находится вывеска недалеко вайнгуд вот эти электрические столбы куда то там ведут может быть питают эту вывеску не знаю так 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 ну в принципе в этом месте ну вот я как еще раз вам скажу что вот эти ленточки им что-то значит такие похожие ленточки есть но они красного цвета на горячий ли ад там рядом с куникулером и есть указатель который указывает на лагере туристов и на этом указатели болтаются такие же ленточки то есть они на что-то указывают что-то подсказывают не знаю поэтому может быть что-то там с этим должно делаться ну как бы я считаю что так должно быть вот я видите сейчас попытался даже взорвать вот это ничего не получилось но ящики отлетели и все заискрирует кстати ну вот здесь тоже что-то там вода какие-то там так ну и и случайный персонаж кстати тоже не зря скажите согласитесь идет сюда тоже то есть мы увидели это место чтобы мы побегали здесь посмотрели вот опять же эти бочки с водой кстати зачем бочки с водой на электростанции вроде всего электричества водой никакие пожарные на электростанциях не тушатся там это бред потому что клубом напряжение по такому должно быть по идее по логике вещей так ну и в общем вот этот я не помню взрывается он не взрывается вот тоже отлетел кстати тоже интересно так ну ладно меня разыскивает коп и побежал я сваливаю и сейчас я прилечу следующее место покажу вам еще в одном месте такие же ленточки место сейчас я покажу на карте она находится вот здесь это реабилитационный центр по вас не ошибаюсь в одном из видео flex которые тгч рассматривают ну вот тайный горы чилиад следует тайну эту расследует он показывал про эту обсерваторию показывал про этот реабилитационный центр и как бы мне стало тоже интересно как бы но я до этого здесь был и как бы заметил некоторые моменты и я понял что я не один не заметил что то здесь интересное есть самое интересное что я заметил не так давно когда прилетал сюда вот этот крест грубо говоря помните карту на горе чилиад где помечены некоторые места крестиком и если даже тропинки полностью не образуют крест то вот эти деревья они как раз расположены так что можно провести невидимую линию и получится как раз тот самый крест сейчас я спущусь поближе ниже там есть вот интересный момент это касаемо еще одной ленточки касаемо ленточки только ленточка здесь уже черная и она болтается вот на одну из этих балок это тоже я считаю какое-то знаковое место и о чем-то это все говорит то есть что-то с этим делается или вот это вот скорее всего вот это вот подсказка вот она какая-то является какой-то я не знаю вспомогательным здесь на стене нарисован какой-то пазл на нем в некоторых местах в разбросанных местах почему не знаю почему нарисованы некоторые такие интересные картиночки например вот как гора с ручейком вот солнышко точнее пол солнца как тарелка летающие так я не понимаю что это за рисунок какой-то вот красный круг на сером фоне я не знаю что такое тоже а вот эти вот полоски мне вот почему-то я не знаю почему но они мне прямо напоминают вот эти виноградные поля которых речь шла в некоторых видео где говорится о том что там морзянка и уже существуют некоторые переводы этих полей и вот когда смотреть на дивинные поля сверху вот как раз картинка вырисовывается именно такая земля и зеленые пусты вот эти правда там спрерывы у нас сразу не спрерывы и стрелены ну и тут еще много всякой всячины написано в общем я не знаю вот почему-то здесь британский флаг у меня в уме не укладывается что здесь вообще может быть зашифрованным кто-то если есть какие-то такие путевые луны которые там энергетические спалки но у них попытайтесь сами разгадать посмотреть что-то здесь найти в этом месте ну и в принципе здесь думаю все деревья ничего необычного хотя есть такой один момент интересно ладно фонтанчик здесь ничего интересного хотя может что-то есть мне почему-то вот эти два камня они мне напомнили вот это разбитое яйцо я не знаю почему ассоциация именно такая уж конечно кому-то они напомнили жопу мне напомнили разбитое яйцо вот я и кинул и ничего такого не произошло и не развалились оттуда минуту джиппад тем не менее чуть ли здесь в этом месте есть смотрите какая сейчас луна и как ее отсюда видно интересно вот это я сейчас первый раз заметил такой пейзажик ладно в общем хочу еще слетать к лагере хиппи и там вам еще как сказать разобрать с вами тамошние картинки и пейзажики не знаю а вот мы и в лагере хиппи и сейчас я хотел вам показать вот странное замечание тоже дерево дерево с гирляндами дерево где сейчас я был в реабилитационном центре там тоже стоит какие-то деревья тем более они образуют крест я не знаю как это связано может быть конечно дерево здесь тоже неспроста посреди вот этих гор торчит прямо дерево ну это блин мало это связано вообще мне кажется это как раз на что-то указывает интересный момент вот эти столбы вот они про чем он говорил вот это место вот она эта конструкция в виде треугольника но а внутри треугольника вот здесь как раз вот этот красный пятачок и вот вроде как тарелка да там инопланетная то ли волка то ли это восход солнца непонятно что такое я не знаю и вот этот знак непонятный то ли это знак какой-то не равно явно но это как бы сигнал может какой-то посылается типа на месяц значит но вот именно вот этот пятачок внутри вот такого треугольника из гирлянд и еще что важно немаловажно точнее вот эта конструкция она как раз поставлена на вершине холма и вот как раз где я сейчас был на радиовышке на радиохолме там как раз вот эти башни вещательные какие они они как раз тоже стоят в форме треугольника может на самом деле туда как-то и ставится сквозь докер я не знаю мне не получилось бы пытался может быть у кого-то из вас получится может ли что-то неправильно так сделал может не слишком даже потому что нужна гроза молнии там все дела и сейчас поделюсь с вами вот своим соображением по поводу вот этой всей картины то есть в одном из видосов чьих то вот кстати звезды тоже здесь вот стреляя по звездам это тоже вот чувство неспроста я не знаю что это значит но вот эти звезды они тоже опять же намекают на что стреляют по звездам ну по этим конечно я не знаю каким здесь какая-то ямка вообще так вот эта надпись ее недавно переводили и сказали что она переводится как телепортируй меня кстати недавно я заметил вот эту надпись и почему-то застрел на невнимание ты дня ура уран то есть что-то поднимите меня возьмите наверх заберите там уранус я не знаю это жители из планеты урана или что-то ну в общем в этом смысле вот эти знаки тоже здесь что-то значит но их никуда тут применить в игре не получается и вообще даже мыслей по этому поводу нет но вот от этой надписи бим миа после посмотреть сверху с вертолета грубо говоря вот эта стрелка она грубо говоря получается идет как раз от вот этого слова телепортируй меня от этой фразы и она показывает вот сюда сюда это пятачки в моем понимании моем соображении это так символизируется грубо говоря наша планета земля то есть стол это два стулья это огонек там очаг это типа наш быт и якобы телепортировать отсюда надо вот сюда то есть на тарелку машина я считаю здесь она тоже неспроста стоит она как раз и символизирует все таки спейс докер то есть с помощью спейс докера как там можно телепортироваться все таки на тарелку так ну и еще хотел вот какое-то замечание не знаю сделать вот замечали вы или нет но я вот почему-то заметил мне все это не дает покоя на карте не могу сейчас показать извините мое первое видео я не могу сюда вмонтировать этот рисунок не хочу даже вникать пока в будущем если я еще буду записывать видосы конечно я буду монтировать лучше но пока как бы я так сделаю тяпляп на горе челяд карта горы где внизу яйцо разбитое если вы помните посередине справа тарелка летающая или там джетпак я не помню в каком порядке но смысл такой мне вот интересно например такой момент интересен что почему-то джетпак и тарелка летающие между собой соединены линии то есть у правого угла горы до левого это линия соединения есть присутствует а вот посередине где разбитое яйцо вот этой разбитое яйцо она не соединяется ни с джетпаком не с тарелкой то есть значит мне кажется какая-то связь джетпака с инопланетянами есть то есть ну скорее всего как вот мое воображение если мы все-таки свяжемся с инопланетянами доберемся до них до тарелки то возможно даже и потом как-то получим там тарелки на этой джетпак что ли может вообще разберем этот спейс докер как раз на этот джетпак потому что у него такая интересная конструкция у меня такое ощущение с него можно все это поснимать сверху и соорудить этот джетпак потому что какие-то странные шланчики трубки в общем сейчас у меня при себе рядом нету это у франклина в гараже стоит спейс докера да ну и вроде все чем хотел поделиться есть у вас что-то интересное там тоже как бы я уже погружен вот тайну горы чилиада делитесь со мной в комментариях я не знаю мне будет интересно побегать там по чьим-то теориям разбирать и может быть еще какой-то видосик сниму но пока как бы это так пробное видео для новичка я думаю сойдет ругаться сильно не будете всем спасибо с вами был маньяк всем пока и и и и и и и